Брэм Стокер, Дракула, глава 13 Похороны были назначены на следующий день, так чтобы Люси похоронили вместе с матерью. Я заметил, что Ван Хелсинг все время держался поблизости. Возможно, причиной тому был господствовавший в доме беспорядок. Никаких родственников не осталось, так что мы с Ван Хелсингом решили сами пересмотреть все бумаги, тем более, что Артуру пришлось уехать на следующий день на похороны отца. Ван Хелсингу захотелось непременно самому просмотреть бумаги Люси. Я боялся, что он как иностранец не сумеет разобраться в том, что законно и что незаконно, и спросил его, почему он настаивает на этом. Он ответил, ты забываешь, что я такой же юрист, как и доктор. Но в данном случае нельзя считаться только с тем, чего требует закон. Тут, вероятно, найдутся и другие бумаги, в которые никто не должен быть посвящен. При этом он вынул из своего бумажника записки, которые были на груди у Люси и которые она разорвала во сне. Если ты найдешь бумагу к что-нибудь остряпчем миссис Вистенера, продолжал он, то запечатай все бумаги и сегодня же напиши ему. Я же останусь всю ночь старой жить здесь, в комнате Люси, так как хочу посмотреть, что будет. Нехорошо, если кто-нибудь чужой узнает ее мысли. Я продолжал свою работу и вскоре нашел имя и адрес стряпчего миссис Вистенера и написал ему. Все бумаги оказались в порядке, там даже точно было указано, где хоронить усопших. Только я запечатал письмо, как к моему великому удивлению вошел Ван Хелсин, говоря, «Не могу ли я тебе помочь, Джон? Я свободен и весь к твоим услугам». «Ну как, нашел, что искал?» – спросил я. Он ответил. «Я не искал ничего определенного. Я нашел то, что надеялся. Несколько писем, заметок и вновь начатый дневник. Вот они, но мы о них никому не скажем. Завтра я увижу нашего бедного друга и с его согласием воспользуемся некоторыми из найденных мною данных». «Раньше, чем отправиться спать, мы еще раз пошли посмотреть на Люси. Агент право все хорошо устроил. Он превратил комнату в маленькую оранжерею. Все утопало в роскошных белых цветах и смерть уже не производила отталкивающего впечатления. Лицо усопшей было покрыто концом покрывала. Профессор подошел и приподнял его. Мы поразились той красотой, которая представилась нашим взором. Хотя восковые свечи довольно плохо освещали комнату, все-таки было довольно светло, чтобы разглядеть, что вся прежняя прелесть вернулась к Люси и что смерть, вместо того, чтобы разрушить, восстановила всю красоту жизни до такой степени, что мне стало казаться, что Люси не умерла, а только уснула. У профессора был очень суровый вид. Он не любил ее так, как я. Вполне естественно, что плакать ему было нечего. Он сказал «Останься здесь, до моего возвращения» и вышел. Вскоре он вернулся с массой цветов белого чеснока, вынул их из ящика, стоящего до сих пор нераскрытым, и рассыпал среди других цветов по всей комнате его кровати. Затем снял шею маленький золотой крест, положил его на губы Люси, прикрыл ее снова покрывалом, и мы ушли. Я как раз раздевался в своей комнате, когда Ван Хелсон, предварительно постучав, вошел и сказал «Прошу тебя завтра, еще до вечера, принести мне пару ножей для вскрытия». «Разве нужно будет производить вскрытие?» – спросил я. «И да, и нет. Я хочу сделать операцию, но не такую, как ты думаешь. Я сейчас расскажу тебе, в чем дело, но смотри, другим ни слова. Я хочу отрезать ей голову и вынуть сердце». «Ай-яй-яй, ты доктор и так ошеломлен?» «Я видел, как ты без колебаний решался на операции, от которых отказывались другие хирурги». «Да, конечно, милый друг, я должен был помнить, что ты ее любил. Я и не забыл этого. Я решил сам сделать операцию, тебе же придется лишь помогать мне». «Мне хотелось бы сделать это сегодня, но ради Артура придется подождать. Он освободится лишь завтра после похорон отца. Ему, наверное, захочется еще раз на нее посмотреть. Затем, после того, как ее положат в гроб, мы придем сюда. Когда все будут спать, отвинтим крышку гроба и сделаем операцию, а потом положим все на место, чтобы никто, кроме нас, ничего не знал». «Но к чему это вообще-то делать?» – спросил я. «Девушка умерла. К чему напрасно терзать ее бедное тело? И если мы этим не вернем ей жизни, если это не принесет никакой пользы ни ей, ни нам, ни науке, ни человечеству, то к чему же делать это? И без того все так ужасно». В ответ на мои слова он положил мне на плечи руки и ласково сказал. «Жаль, Джон, твое сердце обливающееся кровью. Я еще больше люблю тебя за это. Если бы я мог, то взял бы на себя всю тяжесть с твоей души. Но есть вещи, которых ты не знаешь, но которые узнаешь несомненно. Радуйся, что пока знаю их только я, так как они не очень приятны. «Джон, дитя мое, ты мне друг, уже много лет. Подумай, вспомни и скажи, делал ли я что-нибудь без оснований? Возможно, я ошибаюсь, я ведь только человек, но я верю в то, что делаю. Не потому ли ты прислал за мною, когда случилось это великое горе? Ведь поэтому, не правда ли? Разве тебя не удивило, не возмутило то, что я не позволила Артуру поцеловать своего возлюбленного, отшвырнув его, несмотря на то, что она умирала? Конечно, да. А между тем, ты ведь видел, как она меня потом благодарила своим ласковым взором, своим слабым голосом, как она поцеловала мою старую грубую руку и как меня благословляла, да? Разве ты не слышал, как я поклялся ей исполнить ее просьбу, так что она спокойно закрыла свои глаза, да? Так вот, у меня достаточно причин для всего, что я делаю. Ты в течение многих лет верил мне, верил тогда, когда несколько недель назад произошли странные вещи, которых ты никак не мог понять. Доверься мне еще ненадолго, Джон. Если ты не доверяешь, то придется сказать тебе то, что я думаю, а это может плохо кончиться. А если придется работать без доверия моего друга, то я буду чувствовать себя одиноким. Между тем, помощь и поддержка могут мне понадобиться. Я взял его за руку и обещал помочь. Я должен быть долго и крепко спал, потому что было уже поздно, когда Ван Хелсинг разбудил меня своим приходом. Он подошел к моей кровати и сказал, «Можешь не беспокоиться о ножах, мы не будем делать этого». «Почему?» «Потому что», – ответил он, – «слишком поздно или слишком рано. Взгляни», – показал мне свой золотой крестик. «Это было украдено ночью». «Как украдено?» – спросил я удивленно. «Раз он теперь у тебя». «А так, я отобрал крест у недостойной служанки, обкрадывавшей и мертвых, и живых. Она, конечно, будет примерно наказана, но не мною, так как она не ведала, что творила, и ничего не зная совершила лишь кражу. Теперь нам придется подождать». И он ушел, задав мне новую загадку и снова перепутав все мои мысли. День прошел тоскливо. Вечером пришел стряпчий мистер Маркан. Это был талантливый и самоуверенный господин. Он взял на себя все наши мелочные заботы. Во время завтрака он рассказал нам, что миссис Вестенера уже с некоторых пор ожидала смерти из-за болезни сердца, и что поэтому она привела все свои дела в полный порядок. Далее он сообщил, что все состояние, за исключением имущества отца Люси, которая теперь за отсутствием прямых наследников, перейдет к побочной фамильной линии, как движимое, так и недвижимое, завещанное Артуру Холмбуду. Артура ожидали к пяти часам, так что мы свободно могли успеть сходить в покойницкую. В данном случае комната вполне оправдывала свое назначение, так как там теперь лежали и мать, и дочь. Бедный Артур. Он был невероятно грустен, даже его удивительное мужество, казалось, исчезло после таких тяжких переживаний. Он, я знаю, был искренне предан своему отцу, и утратить отца, да еще в такое время, было для него тяжелым ударом. Со мной он был, как всегда, очень сердечен, а с Ван Хелсингом изысканно любезен. Мне было тяжело видеть, как он страдает. Профессор также заметил это и сделал мне знак, чтобы я повел его наверх. Я так и сделал, и оставил Артура у двери комнаты, так как чувствовал, что ему хотелось побыть с ней наедине, но он взял меня под руку, повел в комнату и сипло проговорил. Ты так же любил ее, старый друг. Она мне все рассказала, и у нее не было лучшего друга, чем ты. Я не знаю, как мне благодарить тебя за все то, что ты сделал для нее. Даже не могу и думать. Тут силы ему изменили, он обнял меня, опустил голову на плечо и заплакал. О, Джон, Джон, что мне делать? Мне кажется, что весь смысл жизни вдруг пропал, и незачем больше жить. Я утешал его сколько мог. В таких случаях мужчина мало нуждается в словах. Пожатие руки, объятия, совместные тихие слезы. Вот выражение чувств дорогие мужчины. Я тихо стоял и ждал, пока он овладеет собой и подавит свои рыдания. Затем Лоскова сказал ему, пойдем, посмотрим на нее. Мы вместе подошли к кровати, и я поднял покрывал из ее лица. Господи, как она была хороша. С каждым часом, казалось, ее красота расцветала. Это как-то пугало и поражало меня. Что же касается Артура, то он дрожал, как в лихорадке, и сомнение вкралось в его душу. Наконец, после долгого молчания, он произнес тихим шепотом. Джон, она действительно умерла? Я с грустью сказал ему, что это действительно так, и продолжал убеждать его, поскольку было необходимо рассеять это ужасное сомнение. Затем я сказал, что надо проститься с ней, так как следует начинать приготовление к похоронам. Он снова вернулся к ней, взял мертвую руку и поцеловал. Затем наклонился и поцеловал ее в лоб. Уходя, он окинул Люси таким же долгим проницательным взглядом, как он это сделал, когда вошел. Я остановила его в гостиной и сказал Ван Хелсенгу, что Артур уже простился с ней. Ван Хелсенг пошел на кухню сказать агенту, чтобы он поспешил с приготовлениями. Когда Артур вышел из комнаты, я передала Ван Хелсенгу, он заговорил только тогда, когда мы закурили сигары. «Лорд», — начал он, но Артур перебил его. «Нет, нет, только не так, ради бога. Во всяком случае, не теперь. Простите меня, сэр. Я не хотел вас обидеть, но я не могу слышать этот титул. Моя рана еще слишком свежа». Профессор очень ласково ответил. «Я назвал вас так только потому, что я колебался, как мне обратиться к вам. Я не могу называть вас мистер. Я полюбил вас. Да, мой дорогой мальчик, я полюбил вас, как Артур». Артур протянул руку и горячо пол старика. «Называйте меня, как хотите», — сказал он. «Я над гордостью буду носить звание вашего друга. Позвольте сказать вам, что я не нахожу слов, чтобы выразить всю благодарность за все, что вы сделали для моей бедной, дорогой Люси. Если я был резок или проявил недовольство, помните, тогда, когда вы так странно поступили. Прошу меня простить». Профессор ласково ответил. «Я знаю, как трудно было вам тогда вполне довериться мне, так как, чтобы поверить в необходимость такого поведения, нужно понимать. По-моему, вы даже и теперь не вполне верите мне, да и не можете, так как вам не дано еще понять, в чем дело. Но настанет время, когда вы доверитесь вполне, и когда вам все станет ясно, вы будете благодарить меня за себя, за других и за нее, за ту, которую я поклялся защищать». «Да, конечно, сэр», — горячо заговорил Артур. «Я во всем доверюсь вам. Я знаю и верю, что у вас благородная душа. Вы ведь друг Джона и были ее другом. Делайте все, что хотите». «Мне хотелось бы задать вам кое-какие вопросы». «Пожалуйста». «Вам известно, что миссис Вестенера оставила вам все свое состояние?» «Нет, я никогда об этом не думал». «Так как теперь все принадлежит вам, то вы имеете право располагать всем по своему усмотрению. Мне хочется, чтобы вы разрешили мне прочесть все бумаги и письма Люси. Поверьте, это не праздное любопытство. Будьте уверены, у меня имеются для этого очень важные основания. Вот все бумаги. Я взял их раньше, чем мне стало известно, что все это ваше, для того, чтобы до них не дотрагивались чужие руки, чтобы чужие взоры не проникли в ее душу. Я приберегу их, если вы ничего не имеете против. Я даже вам не хотел бы их показывать. Я буду их хорошенько беречь. Ни одно слово не пропадет, а когда настанет время, я верну их вам. Я прошу вас почти невозможного, но вы это сделаете, ведь правда, ради Люси. Делайте все, что хотите, доктор. Я чувствую, что, говоря таким образом, я исполняю желания Люси. Я не стану тревожить вас вопросами, пока не настанет время. И вы правы, ответил профессор. Нам всем предстоит пережить еще немало горя. Не следует падать духом, не надо быть эгоистичным. Нас зовет долг, и все кончится благополучно. Эту ночь я спал на диване в комнате Артура. Ван Хилсинг совсем не ложился. Он ходил зад и вперед, точно карауля дома, и все время следил за комнатой, где лежала в гробу Люси, осыпанная белыми цветами чеснока, запах которых смешивался в ночном воздухе с ароматом роз и лень. Дневник Мины Харкер. 22 сентября. В поезде по дороге в Эксетер. Джонатан Спит. Похороны были очень простые, но торжественные. За гробом шли мы, прислуга, пара друзей из Эксетера, лондонский агент и еще один господин, заместитель сэра Джона Пакстона, президента общества законов. Джонатан и я стояли рука об руку и чувствовали, что потеряли дорогого и близкого человека. Мы медленно вернулись в город, доехав автобусом до Гайд-парка. Затем пошли по Пикадиле пешком. Джонатан держал меня под руку, как в былые времена. Я засмотрелась на очень красивую барышню в большой круглой шляпе, сидевшую в коляске, как вдруг Джонатан схватил меня за руку так сильно, что мне стало больно и вскрикнул «Господи!». Я нахожусь в постоянном страхе за Джонатана, поскольку все время боюсь, чтобы у него опять не повторился нервный припадок, так что я моментально повернулась к нему и спросила, что случилось. Он был очень бледен, глаза выпучены, и он с ужасом смотрел на какого-то высокого, тонкого господина с крючковатым носом, черными усиками и остроконечной бородкой, так же глядевшего на ту хорошенькую барышню, что и я. Он смотрел на нее так пристально, что совсем нас не замечал, и мне удалось хорошо рассмотреть незнакомца. Выражение его лица нельзя было назвать добрым. Оно было сурово, жестко и чувственно, а крупные белые зубы, казавшиеся еще белее от ярко-пунцового цвета губ, походили больше на клыки животного, чем на зубы человека. Джонатан не спускал с него глаз, так что я испугалась, как бы незнакомец этого не заметил. Я боялась, что это его рассеет, так как вид у него был гадкий и злой. Я спросила Джонатана, почему он так взволнула. Джонатан, кажется, думал, что мне известно столько же, сколько ему, и ответил, «Ты знаешь, кто это?» «Нет, дорогой», — ответила я, «Не знаю. Кто это?» Ответ меня поразил, так как он, казалось, совершенно забыл, что разговаривает со мною, с Миной. «Это он и есть». Бедняжку Джонатана, как видно, что-то очень взволновало, и убеждена, не поддержи я его, он, наверное, упал бы. Он продолжал смотреть на незнакомца, не спуская глаз. Из магазина вышел какой-то господин с пакетом, передал его леди в коляске, и они оба тотчас уехали. Мрачный незнакомец не сводил с нее глаз. Когда она уехала, он долго глядел ей вслед, затем нанял экипаж, поехал за ними. Джонатан все время не сводил глаз, и, наконец, сказал как бы про себя, «Мне кажется, что это граф, но он как будто помолодел». Господи, если это правда, Боже, Боже мой, если бы я только знал, если бы я только знал!» Он был так встревожен, что я боялась расспрашивать, стараясь не напоминать ему об этом. Я потянула его слегка за рукав, и он пошел со мной дальше. Мы немного прошлись, затем зашли в Грин Парк и посидели там. Был жаркий осенний день, так что приятно было отдохнуть в тени. Джонатан долго глядел в пространство, затем глаза его закрылись, и, опустив голову мне на плечо, он заснул. Я не тревожила его, так как сон для него – лучшее лекарство. Минут двадцать спустя он проснулся и ласково сказал, «Что это, Мина? Неужели я спал? О, прости мне такую невежливость. Зайдем куда-нибудь выпить стакан чаю». Он, как видно, совершенно забыл о том мрачном господине, так же, как и во время своей болезни он ничего не помнил о том, что было раньше. Мне не нравится эта забывчивость. Я не стану его расспрашивать, так как боюсь, что это принесет ему больше вреда, чем пользы. Но все-таки нужно узнать, что с ним приключилось в путешествии. Боюсь, настало время распечатать тот пакет и посмотреть, что там написано. «О, Джонатан, ты простишь меня, если я так поступлю. Я делаю это только для твоей пользы». «Позже». Во всех отношениях печально возвращаться домой. Дом опустел, нет там больше нашего друга. Джонатан все еще бледен и слаб после припадка, хотя он и был в очень легкой форме. А тут еще телеграмма от Ван Хелсинга. Что бы это могло быть? Вам, наверное, грустно будет услышать, что миссис Вестенера умерла пять дней тому назад и что Люси умерла третьего дня. Сегодня хороним их обеих. Какая масса горя в нескольких словах. Бедная миссис Вестенера. Бедная Люси. Их больше нет. И никогда больше они не вернутся. Бедный, бедный Артур. Утратил самое дорогое в жизни. Да поможет нам Господь пережить все эти горести. Дневник доктора Сьюарда. 22 сентября. Все кончено. Артур уехал в ринг и взял с собой у Квинси Морриса. Ван Хелсинг отдыхает, так как ему предстоит длинная дорога. Сегодня вечером он едет в Амстердам. Говорит, что завтра вечером снова вернется, так как ему хочется еще кое-что сделать. То есть, что он только один и может сделать. Он остановился у меня, ибо, по его словам, у него дела в Лондоне, на которые придется потратить порядочное время. Бедный старик. Боюсь, что работа за последнее время его выбила из сил. Во время похорон было видно, как он себя сдерживает. Теперь мы все разошлись в разные стороны. И надолго. Люси лежит в своем фамильном склепе в роскошном доме смерти, вдали от шумного Лондона, на уединенном кладбище, где воздух свеж, где солнце светит на Хэмстедскилл и где на воле растут дикие цветы. Итак, я могу покончить со своим дневником, и один бог знает, начну ли я его снова. Если мне придется это сделать, или если я когда-нибудь открою его, то только для того, чтобы поделиться им с другими, ибо роман мой кончился. Я снова возвращаюсь к своей работе и с грустью, потеряв всякую надежду, скажу «Финис». Тайны Хэмстеда Вестминстерская газета от 25 сентября В окрестностях Хэмстеда теперь происходит целый ряд событий, сходных с теми, которые известны автором ужасов Кенсингтона или «Женщина-убийца», или «Женщина в черном». За последние дни маленькие дети стали исчезать из дома или же не возвращаться домой с Игорнагити. Дети были настолько малы, что не могли дать себе отчета в том, что с ними приключалось. Ответ их был один и тот же, что они были с Блаффер Лейди. Они исчезали обыкновенно по вечерам, и двое из них нашлись на следующее утро. В окрестностях предполагают, что дети подхватили фразу первого исчезнувшего ребенка, что Блаффер Лейди звала его гулять и воспользовались этим как примером. Это становится более понятным, если учесть, что любимая игра детей заключается в том, что они хитростью заманивают друг друга. Один корреспондент пишет, что страшно бы смешно видеть этих малышей, изображающих Блаффер Лейди. Наши карикатуристы говорят, он мог бы тут поучиться и сравнять действительность с фантазией. Наш корреспондент наивно говорит, что даже Эллен Терри не так очаровательна, как эти малыши, изображающие Блаффер Лейди. Все-таки вопрос этот, возможно, серьезен, так как у некоторых малышей оказались ранки на шее. Ранки такие, какие бывают после укуса крысы или маленькой собаки. Опасного в них ничего нет, но видно, что у этого животного своя определенная система. Полиция видна отыскивает заблудившихся детей и собак в Хэмстенгите и окрестностях. Необыкновенное приключение Хэмстенский ужас Вестминцерская газета от 25 сентября Нам только что сообщили, что пропал еще один ребенок. Его нашли утром в кустах вереска у Шоттер Хилла Хэмстенгита, самой глухой части местности. У него также ранки на шее, такие и раньше замечались у других детей. Ребенок был слабо и изнурен. Когда он немного оправился, он начал рассказывать ту же самую историю о том, как Блаффер Лейди заманила его к себе.